всем привет мы сегодня пришли в централ марина тут вот ночной рынок который закрыт потому что еще утро ну как утро почти два часа дня но в общем в централ марина каждые праздники проходит что-то для детей намного больше чем в терминале или в центр ли такое торговый центр больше для местных я уже рассказывал что здесь фильмы идут на тайском языке они на английском хотя на английском наверно тоже какие-то количество какое-то количество сеанс есть но небольшое вот и тут всегда проходят детские конкурсы всякие разные там и сцена где там есть цена на которые в принципе детские праздники проходят вот сегодня там должны быть животные еще что-то могут пришли посмотреть вообще если интересно что-то для детей наверное даже больше младшего возраста наше уже не очень интересуется такими приколами вот нужно ехать в централ марина здесь мало людей и много чего для детей даже видите есть какие-то детские пространство здесь спортивный зал для детей хотя не уверен что это прям спортивный зал это просто такая детская комната с упором на спортивные какие-то штуки вот видите там есть такие полуакробатические какие-то штуковины сегодня опять же никого нет ну вот и дети идем правильным курсом люстра из бокалов бокал конечно уже все грязные при грязные если присмотреться но смотрится вроде нормально летом здесь внизу вообще ничего не было было пустое пространство сейчас потихонечку 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 что-то начинается пол это на себя уж это от себя сейчас поищу так я потерял опять своих а не буду а еще в централ марина есть а вот лет и это магазин который продают предыдущие коллекции nike скетчерс здесь adidas можно купить не актуальную коллекцию но дешевле и это не фейк это оригинальные товары ну чаще всего люди приходят в nike естественно потому что там можно купить прям прикольную обувь мы ребенку как раз там покупали а нет себе я бегательный попал не здесь а внизу такие обычные товары животные всегда когда приезжают они располагаются на первом этаже перед входом в бикси здесь есть большой бикси супермаркет продуктов поэтому еще вот этим славится марина что сюда многие ездят в бикси как и мы зачастую сюда тоже ходим когда нам надо много чего-то купить не всегда но частенько а вот вот она животные есть круто с поближе посмотрим тут продаются телефоны аксессуары все очень дорого никогда здесь ничего не покупайте тут какие-то бешеные цены на непонятные вообще устройство непонятно откуда они взялись я не доверяю вообще не как о запах она да и все ждут китайский новый год конечно же встречают китайцы рады безмерно он он вот китс дей он 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 о и он он и он и он и и и и и и Сегодня, кстати, не так уж и много животных. О, ребенок кормит попугаев. Что, он ест уже у вас ложку? Знаешь, что у нас есть как наждачка? Как наждачка? У нашего был нормальный язык. Ой, он языком прям достает. Да, он языком вылизывает. Неудобная штука для них. А тебе не досталось ничего, да? Кролики. О, поросята. Поросята вообще милахи, конечно. Они и маленькие, и из-за этого супер милые. Сейчас я с другой стороны подойду. О, он языком. Поросята. О, давай. Ты тоже погладишь? Что такое? Что это? Ты не дедаешь, что ты? Ты не дедаешь? Быстро он расправился. Все? Что еще есть? Кроликов мы уже видели с вами, да? Тут у нас пометили. Всех можно потрогать. Еще не страшно. Так, ну и вот Бикси. Вход в Бикси. Ладно, не будем пробиться сегодня. Тут можно нарисовать что-то на деревяшке. Потом они приклеят магнитик, и это будет магнитиком на холодильник. Бесплатно причем. Нужно всего лишь сделать пост в Фейсбуке, чтобы вам выдали деревяшку, краски и потом приклеили магнитик. А, ну все получается. Больше-то ничего и нет. А, вот еще я пропустил попугайчиков. Тоже красивые. Ну, теперь вроде точно все. Вроде больше ничего не упустил. Ну, мало, конечно, всех, но прикольно. Даже вот эти поросят, если можно погладить, то уже хорошо сходили. Потому что они милые прям вообще не могу. Мама, иду! Вот такая выставка. Пропустил овец. Ну, вот теперь точно все, да? Все. Давай. Вот, наверное, сегодня будем рисовать на деревяшках еще. Вот что-то подобное. Ну, начало у них в 3 часа, а сейчас в 2. Поэтому мы, не знаю, дождемся или нет. Может дождемся, может нет. Налетели поршены. Я сейчас заходил, видел, что тетенька вся в какашках на штанах. Так что у тебя черная эта, ты поосторожней. Ну, они очень бодро налетают, конечно. Ну, они такие теплые. Ага. Можно к ним спать? Нельзя. Все, поматросил и бросил, называется. Но они не кусаются. Да. Так, не надо меня есть. Он ест мои браслеты. Я готов собежать только одного. Постави на голову. Постави на голову. они сами садятся понятно у меня до нас рёт конечно эта часть программы фото уже двое берута мы еще решили поиграть автоматы и выиграли покажи покажи вытянули уже эту штуку всегда думали что это обман но в бангкоке один раз она вытащила игрушку и вот здесь только что брелок поэтому эта штука рабочая на конечно не с первого там из второго раза достается вообще удача ну что вы очень пробовать блин зацепилась блин очень тихо мама нету невозможного термория может этого пробовать? давай ты? можно их не снимать пожалуйста? а вдруг вы сейчас выкиньте и что? ну тут фишка такая что надо конечно вытягивать те которые лежат тут прям с краешку потому что вот лишняя раз разжимается сразу же и везет только если она чуть-чуть расшаталась и по инерции штучка залетела в дырку поэтому в принципе нужно искать игрушки которые лежат прям вот на грани с дыркой и тогда возможно залететь ну вот тут тут ничего тут ну вот того бы дальнего можно было попробовать тут ну тоже не знаю далековато вот этого можно и того тоже можно попробовать они близко лежат вообще есть такая тема что когда бросаешь жетон десяти баттный тут добавляется как раз таки десять бат так где мы там пробовали а уже сбросилось я постоянно думал что чем больше вот здесь вместо нуля цифр тем как бы больше шанс что-то вытянуть но вот ребенок только что достал игрушку с первого раза там тоже был ноль но она достала ну в общем в общем можно попробовать вдруг повезет ну что последний раз ну давайте еще что-нибудь я вот думаю если оно приходится может сначала раскрывается да если оно может меня толкнуть да это несколько раз не она так сильно не толкнет ее чтобы дайте мне один вот этот можно давай попробуем ну вот как-то примерно вот так могло бы повезти мы вернулись все-таки нарисовать что-то на деревяшке сделать магнит так страсть на и 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 Классный воркшоп, бесплатный. И даже нас спустили чуть пораньше, вон в 3, но мы начали мозолить глаза очень сильно, в без 10-3, и они открыли. Тут вот золото, желтое, очень-очень желтое. Самое прикольное здесь, конечно, попугайчики. Все залитые на них, ребенок не может идти отсюда. Боже, он меня тут сынает. Вот, это все бесплатно. Как вы видели, мы зашли, ни за что не платили. Даже у этих попугайчиков платишь за корм. Ну, кстати, да, наверное, к ним не зайти без корма, 20 бат всего. Но они сразу налетают на тебя, и все. А так ты можешь не покупать другой, никакой корм подойти, и всех трогать, владеть. Главное, не забывать рухи промыть потом, после этого. Они проводят такое достаточно часто, всегда в этом месте. Поэтому вот, такой день детей. Теперь мы пришли в терминал. И у нас тут шоу мыльных пузырей. И у нас тут шоу мыльных пузырей. И у нас тут шоу мыльных пузырей. Ну, думаю, понятно, что дальше. Опять-таки круто, что все это происходит бесплатно. Ну, вот это все. Мы еще чуть-чуть пошарились. Кстати, очень непривычно без елки, да? Идет концерт внизу. Еще какие-то будут, видимо, выступления. Сегодня, но мы уже направимся в сторону дома. Вот такой день ребенка у нас получился. Всем пока!